здравствуйте нахожусь на пищевом переулке это здание бывшего гормол завода это дома новой ботаники это собственно сам переулок пищевой так это здание макаронной фабрики я там кукурузные палочки делал в молодости так сказать в отрочестве даже вот здание макаронной фабрики так там общежитие от макаронной фабрики это пищевой перелом там масло заводской переулок он вот так от автовокзала так вот загибается к лужковском мосту и сейчас мы с вами пройдем по этому самому пищевому переулку и запечатлим оставшиеся здания во первых это конечно гор мол завод где делали замечательно орловское мороженое молоко сметану вот такие дома такие строения замечательные мощные такие гор мол завод потом он вошел так сказать состав масло сыродельный комбинат орловский то есть к нему была присоединена масло сыр база орловская сейчас мы к ней подойдем какие красивые старинные дома конечно же со временем они разрушатся время их поглотит ну вот там может быть простоит общага от макаронки макаронной фабрики а эти дома я думаю будут снесены у них балконы могут уже отваливаться не знаю в общем но смотрится мощно смотрится красиво пройдем по этим местам напоследок потому что мало ли что так вот ходишь ходишь придешь бац а там уже футбольное какое-нибудь поле так пищевой переулок 12 так это жилой дом вижу с трещиной трещина такая не особо балкончиками да это я так думаю советской постройки послевоенный домик очень приятный ну тут какие-то гаражи гаражи орловская масса сыр база она конечно известна была замечательный сыр делали разных видов там был цех дозревания сыров всякие российские голландские масло выпускалась орловская привозили сюда пищевой 6 привозили сюда из разных колхозов орловских на приемку молоко и принимали молоко это и перерабатывали здесь масло в сметану творог там кефир в молоко сыры пищевой переулок масло сыр база кормилица наша советская нету больше орловской масло сыр базы нету орловского ворумового комбината вот едим мы чужое масло чужое молоко а территория ведь порожки тут развалины территорию занимает это собачка занимает ее умный кстати не гавкает и ничего тут больше нет стоянка какая-то да время время неумолимо вот это пищевой переулок так и все немножко мы пройдем вот здесь этой дорогой по которой ходили на работу работники гормого комбината масло сыр базы от автовокзала по масса заводскому переулку по через железнодорожный переезд ходили на работу работы песни пели на выборы с выборов какое было время ничего у людей особо не было на все были счастливы ну по крайней мере так говорили по телевизору а теперь тут видите проволока проволока что там не знаю какая организация мы сейчас выйдем с вами на масса заводской переулок он вижу уже танки с маслами или сырьем от маслозавода который гудит шумит коптит наше орловское небо своими фильтрами или тем что из них вылетает так приближаемся мы к баракам советские можно и так сказать советским домам послевоенным строительно-монтажный комплекс см к раз-два-три дома наблюдаю советских замечательных тоже когда-нибудь снесут нафиг так сарайчики хмель что ли хмель на она огородики полисадники люди в общем живут тут еще сарайчики утопить таки беседочка какая красота но опасная красота я знаю вот с той стороны как-то несколько лет назад балкон отвалился и женщина полная такая вышла и погибла ну если не ошибаюсь конечно так это масса заводской дом 14 тут вообще как частное домовладение интересное так ну что выходим мы на масса заводской переулок и видим ка еще не очень видим масло завод растительных масел завод растительных масел видим шумит завод помню советское у это орловское масло орловское растительное масло подсолнечное в пол-литровых бутылках бутылки такие были больше чем вот водочные например потому что масло но такое более легкое и по объему занимает большее место чем например вода поэтому бутылки были такие более такие большие толстые вот отсюда откуда по мостой стороны балкон отвалился ну короче не выходите на балкон если в таком доме проживаете там у нас видно как загибается налево масса заводской переулок вот он да такой углом идет к лужковскому мосту и вдали лужки виднеются лужки и лужки орловские тоже кстати заводской район что несколько странно за рекой окой вот они танки масса занимает маслозавода идут фуры транзитом на брянск через карачевское шоссе что в общем то не хорошо усложняя переезд проезд по маслозаводскому переулку в том числе жителям новой ботаники с этой стороны у нас склады сухофрукты там он электротовары вижу что там продукты какие-то как-то там не знаю сейчас есть или нет колбасу сыры видел белорусские там железная дорога железнодорожный переезд и там вдали в общем автовокзала отсюда не видно вот такое местечко вот этими картинами орловского маслозавода растительных масел завода заканчивая видео очень конечно мощно это все смотрится надеюсь что фильтры которые они устанавливают не особо вредные но это требует проверки постоянной а я помню когда вообще вместо времена такие советские здесь совсем по-другому завод это выглядел не так современно ну в общем что увидел то и снял спасибо вам за просмотр всего доброго с вами был дмитрий из орла вот на каких машинах с цистернами возит это масло он поехала машина так а здесь вот сухофрукты напомню что нахожусь и на массозаводском переулке если есть интерес подъезжайте посмотрите что тут на этих складах продается белорусские продукты вот электротовары вот такие здесь торговые организации спасибо за просмотр